А мы с вами приступаем к оперативной обстановке. Сегодняшняя ночь оказалась не исключением, она прошла довольно тяжело. Была атака 8 зенитных управляемых ракет С-300, враг применил по нашей территории, и 20 ударных беспилотников типа Шахет-136-131. Нашими защитниками уничтожено 14 ударных беспилотников из 20. К сожалению, 6 смогли достигнуть своей цели. Сейчас в разрушении и повреждении мы знаем, что получили частные жилые дома и многоэтажные жилые дома, в том числе дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура. Также МАГАТЭ фиксировала взрывы, они слышали взрывы, находясь на территории Хмельницкой атомной станции. Но характер этих взрывов, что это было, сказать трудно, это ли работала система ПВО, или это были взрывы от дронов, пока не уточняется. А за прошедшие сутки активизация боевых действий резко растет. Резко. За сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных, 28 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня. Как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. А также на всю глубину досягаемости своих огневых средств. Разрушения, как я уже и говорил, получили как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары рашистских захватчиков в основном пришлись на Харьковскую и Донецкую области. А вот под артиллерийский огонь рашистской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И это в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Далее пройдемся по зонам ответственности. И первым у нас идет зона ответственности группы войск Север. На Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильная и контролируемая, там изменений нет. На Северском и Слобожанском направлениях тоже в основном ситуация стабильная, изменений нет. Но продолжается контрдиверсионная работа в пресечении попыток ДРГ противника проникнуть на нашу территорию. Также враг сохраняет присутствие своих войск вдоль государственной границы Украины. Ну и наращивает оборонительные сооружения в Белгородской области. Далее линия фронта начинается. Зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Купенское направление открывает эту зону ответственности. И здесь враг ввел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки. Где силами обороны Украины было отражено 7 атак врага за прошедшие сутки. Также враг продолжает атаковать возле Первомайского и Лимана Первого. К сожалению в районе Лимана Первого враг пытается проводить ползучее наступление. Иногда это ему удается. Мы сталкивались с таким явлением, когда они просто в серой зоне начинают оборудовать позиции. И таким образом перемещают линию фронта. Несмотря на огневое воздействие со стороны наших войск. Вот такая вот там складывается ситуация. Кстати они закончили перегруппировку. Я так понимаю что будет сейчас мы можем ожидать активность. Как на Купенском так и на Лиманском. На Лиманском уже началось. Лиманское направление наши воины отразили 24 атаки противника в районах Серебрянского лесничества. И восточнее Тернов населенного пункта. Тернов, Ямполевка. Акцент всех ударов врага сместился несколько западнее в сторону Торского. То есть 25 армия она закончила перегруппировку. Она закончила до формирования общевойсковая. Это вот из последних которые заходили летом в Украину. Это из вновь сформированных. И они предпринимают теперь попытки прорваться в направлении Лимана. Таким образом захватить территорию Луганской и Донецкой областей в административных границах. Как это ставилось в политической задаче со стороны Путина. Поэтому такая резкая активизация боевых действий на Лиманском направлении. Далее Бахмутское направление. Тут противник ввел штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки. Где украинские защитники отразили 4 атаки противника. К сожалению резко активизировался враг в районе Хромово. И частично его захватили. Не полностью. Нет. Частично. Есть расисты в Хромово. Но оно находится почти все в серой зоне. Но тем не менее там идут боевые столкновения. Они пытались закрепиться в Хромово по трассе. Но артиллерия, наша артиллерия их откинула. Бои в том районе продолжаются. Результат пока неизвестен. Так что это попытка зайти с севера, зайти в тыл нашей группировки войск в районе Клещиевки. Сейчас если им удастся остановить их в Хромово, значит вопрос как бы частично снимется. А если нет, то тогда скорее всего замысел повернуть из Хромово на Ивановское. И таким образом попытаться с севера надавить на левый фланг нашей группировки в районе Клещиевки. Вот просматривается, во всяком случае по карте просматривается такой вариант. Потому что идти по высотам в направлении Часового Яра, ну я думаю, что сил и средств у расистских войск на сегодняшний день недостаточно для столь глубинного наступления. А вот в случае успеха в Хромово спуститься с высот и пойти по равнению на Ивановское, да вполне возможно. При этом поджимая ударами со стороны Бахмута тоже в направлении Ивановское, может быть вдоль трассы на Константиновку, может быть вот такой вот замысел враг себе и сложил. Но тем не менее, констатируем то, что они находятся на северо-восточной окраине Хромово. Но населенный пункт полностью не захвачен. Далее у нас идет зона ответственности стратегической группы войск Таврия. И открывает его Авдеевское направление. Здесь оккупанты при поддержке авиации не оставляют попыток окружить Авдеевку. Здесь тоже очень горячий фронт по всем направлениям. 22 атаки по периметру Авдеевки было отбито за сутки. Но противник атакует со всех сторон практически одновременно. Штурмовые действия идут южнее Новокалинового безуспешно. Рашисты закрепляются в восточных окрестностях Степнова и пытаются продвигаться вглубь населенного пункта на запад. За сутки в селе было уничтожено по меньшей мере два вражеских танка и пять боевых машин пехоты. Параллельно враг атакует посадки к северу от Степнова. С целью выйти на северную окраину населенного пункта Бердичев. Там бои сейчас продолжаются. Очень высокая активизация боевых действий. Уже традиционно фиксируются столкновения в районе Опытного, Водянового и Первомайского. Но к счастью изменения линии фронта не зафиксированы. Еще раз повторюсь 22 атаки на Авдеевском направлении. То есть по всему периметру Авдеевки. Очень сложная ситуация, очень тяжелая ситуация. Враг, видите, бросает в бой все, что можно бросить, не считая ни с какими потерью. Ну они вообще не считают потерью. Они просто берут следующее подразделение и кидают его в бой. Далее Марьинское направление. Тут враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Красногоровки, Новомихайловки. А также был еще интересный эпизод. За прошедшие сутки появилась большая колонна рашистских войск, почти 20 единиц бронетехники. Она появилась в северной части Марьинки. Но по предварительной информации удалось отразить это нашествие. Сработала наша артиллерия и наши защитники Марьинки. Всего силами обороны Украины на Марьинском оперативном направлении было отбито 11 атак врага. Шахтерское направление. Тут наши защитники отбили 3 атаки противника, в основном южнее Пречистовки. Пытались они атаковать, но безуспешно. На Запорожском направлении. Тут оккупанты 5 раз атаковали наши позиции, пытаясь восстановить, ну это контр-атаки, пытаясь восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Также наши воины отбили 9 атак в северо-западнее Вербового. Самое интересное, они сами отступили в Вербовое, в низину, а теперь пытаются штурмовать господствующие высоты. Конечно же мы им максимально наносим потери и они отказываются назад в Вербовое. А наша артиллерия продолжает огневыми ударами прорежать их ряды и в Вербовом в том числе. Далее зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Херсонское направление. Тут на правом берегу ситуация без изменений. Наши силы обороны продолжают вести контр-батарейную борьбу. Борются с артиллерией врага, которая обстреливает правый берег. Системы ПВО пытаются бороться с авиацией врага, которая сбрасывает авиационные управляемые бомбы. Слава Богу, прошедшие сутки авиационных ударов не зафиксировано по Херсонской области. Так что здесь ситуация не меняется. А вот на левом берегу, в районе населенного пункта Крынки, тут очень тяжелая ситуация. То, что я вам говорил, три группы войск собрал враг. И вот эти три группы с трех сторон пытаются выдавить нас с плацдарма на левом берегу. И по оценкам наших военных, плацдарм в Крынках довольно дорого стоит. Силы врага значительно превосходят. Все держится только на героизме нашей морской пехоты и некоторых подразделений территориальной обороны. Но операция должна быть не ради героизма, мы понимаем, что она должна носить военный характер. И если в дальнейшем нам не удастся расширить зону контроля, то в принципе может так получиться, что враг может выдавить нас с левого берега. Хотя пока мы держим там оборону и отражаем все атаки противника. Линия фронта на левом берегу без изменений. Также, как вывод за прошедшие сутки, можно сделать следующий. Враг продолжает проводить активные наступательные действия на Купенском, Бахмутском, Авдеевском и Херсонском оперативных направлениях. Когда военные наши отмечают, что когда представитель политической верхушки заявляет, что враг сидит в активной обороне, это вызывает одновременно и злобу и смех у наших военных. Потому что это у тех, кто сдерживает вот эти атаки врага. Враг находится сегодня в активных наступательных действиях. К сожалению, на большинстве оперативных направлений их инициатива на стороне врага. Они атакуют наши позиции, они навязывают нам характер боевых действий. Так что здесь особенно для руководства Министерства обороны и политического руководства военные напоминают, что лучше бы не задерживали выплаты боевых. Потому что это покупка снаряжения, это борьба с болезнями, которыми люди болеют в таких тяжелых погодных условиях. Ну и помощь семье, которая ждет дома своего защитника живым и здоровым, со счетом. И ни в коем случае не на счете. Поэтому ситуация сложная и давайте больше прислушиваться к сводкам генерального штаба, что говорят военные. А не рассказывать, как там хорошо или плохо воюют наши защитники. Далее по два слова по оккупированным территориям. Здесь российская оккупационная так называемая власть на временно оккупированной территории Донецкой области объявила о прекращении начисления работникам так называемого Министерства чрезвычайных ситуаций. Террористической организации ДНР. Денежных надбавок за участие в войне против Украины в следующем 2024 году. Поэтому 80% личного состава так называемого Министерства подали рапорта на увольнение по собственному желанию. То есть видите, денег на так называемый ДНР не хватает. Хотя Путин очень этим гордится, считает это своим детищем, очередным скрепом рашистским. А содержать его не на что. Поэтому там вот такие настроения. Рашистские оккупанты на временных оккупированных территориях продолжают давление на украинских граждан, которые отказываются брать рашистские паспорта. На блокпостах во временно оккупированном Геническе Херсонской области захватчики угрожают гражданскому населению, что с 2024 года въезд и выезд в Геническ будет осуществляться исключительно при наличии паспорта Рашистской Федерации. В селе Гавриловка 2 на временно оккупированной территории Херсонской области в одном из зданий в центре села Рашисты устроили тюрьму и так называемый подвал. Ну так они называют застенки, потому что нельзя это назвать не следственным изолятором, ну у них нет никаких правовых оснований для того, чтобы там устанавливать свой закон и свой порядок. Поэтому назовем это застенками или как называют, они же сами придумали это название, на подвал, сажают на подвал и там пытаются, мучают местных жителей. В темное время суток в это здание постоянно приезжают автомобили с захваченными гражданами, которых именно захватили. И там начинаются допросы, пытки и все остальное. И да, люди пропадают, многие не выходят из этих подвалов, куда они деваются. Ну это мы будем уже выяснять, наверное, после деоккупации. Я думаю, еще много лет будем раскапывать неизвестные могилы и перезахоранивать останки пропавших без вести людей, которых замужили в таких фашистских застенках оккупанты. А в Донецке на территории психиатрического диспансера расшистские оккупанты расположили военный госпиталь для лечения раненых военнослужащих. Опять у них проблема, нехватка, и я напомню, что вывоз рядового и сержантского состава на территорию РФИ запрещен приказом Генштаба РФИ. За прошедшие сутки авиация Силобороны Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и еще два удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделение ракетных войск поразили три пункта управления, два состава с боеприпасами и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии. Ориентировочные потери, вражеские потери за прошедшие сутки в целом составили в личном составе 1180 оккупантов, в технике и вооружении в танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 28 единиц, в артиллерийских системах 1 единица, беспилотники оперативно-тактического уровня 10 единиц, автомобильной техники 13 единиц и специальной техники 3 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Продолжение следует...